Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева готовится представить новый спектакль. Для первой премьеры этого сезона коллектив выбрал знаменитую историю Хазжибек. Показы постановки состоятся 24 и 25 октября. В качестве режиссера-постановщика театр пригласил Алибека Умербекулы, который уже сотрудничал с труппой. Широко известна его работа над спектаклем «Дон Кихот». Театр решил представить Хазжибек в жанре драматической оперы, взять за основу классическое творение Евгения Брусиловского и Габита Мусрепова. Я ход либретто поменял. Ход либретто поменял, и оно будет идти по эпосу. По сюжету эпоса, потому что я считаю, что есть очень много невязок. Например, одно из самых главных сейчас обсуждаемых моментов именно в Хазжибеке – это то, что Бекежан убивает со спины Тулегена. Я с этим категорически не согласен, потому что все-таки Бекежан – это великий батер. По мнению режиссера, великий батер Бекежан не мог выпустить стрелу в спину совсем юного джигита Тулегена. Такие изменения в сюжете, не исключает постановщик, могут быть непонятны зрителю, однако они имеют под собой серьезную основу – эпос «Хазжибек». Спектакль в столичном театре пройдет в сопровождении симфонического оркестра под управлением маэстро Ирлана Бесимбаева. Берлинский филармонический оркестр исполнил симфонию Турангалила Оливье Мессиана. Она считается самой масштабной симфонией XX века. В ней 10 частей, написанных для огромного оркестра фортепиано и волн матена. В звучании этого произведения слышны влияние индонезийской музыки Скрябина и Стравинского. Частям симфонии Мессиан дал название в духе индийской философии. Но в основе экзотической музыки – европейский сюжет о Тристане и Изольде. Как говорил автор, он не хотел повторять Тристана и Изольду Вагнера, а только хотел сохранить идею роковой любви, которая выходит за телесные пределы разума и вырастает до космических масштабов. Рикардо Фасси и Джулия Семенцато исполнили партии Фигаро и Сюзанны в спектакле «Свадьба Фигаро» Королевского театра «Кавенгаден». Это постановка известного шотландского режиссера Дэвида Маквикора. Музыкальная часть спектакля наполнена прекрасными ариями, охватывающими огромный спектр эмоций. Дэвид Маквикор, разворачивая действия в замке 1830 года, накануне Второй Французской революции, исследуя политические и классовые конфликты, лежащие в основе пьесы Бомарше, но также он сохранил остроумие Моцарта и либретиста Лоренцо Дапонте. Выставка под названием «Калейдоскоп души» открылась в Карагандинском музее изобразительного искусства. Художник из Актобея Вероника Гринько представила в шахтерской столице почти четыре десятка работ, написанных в разных техниках. Экспозиция насыщена портретами, натюрмортами, пейзажами и сюжетными композициями. Искусствоведы отвечают яркость работ и обилие светлых красок. Каждая картина отражает внутренний мир автора и заряжает зрителя положительными эмоциями. Выставка получилась очень легкой, очень женственной. Когда заходишь в зал, сразу однозначно понятно, что рисовала женщина. И после каждой выставки зритель уходит с каким-то ощущением. И эти ощущения складываются не обязательно от профессионализма, или мастерства, или академизма. Скорее, это зависит от внутреннего состояния художника, от его характера в тот момент, когда он берется за кисть. То есть посыл у нее самый добрый, самый теплый и самый светлый. Наверное, это и было ее идеей. Автор экспозиции Вероника Гринько – неоднократный призер международных, республиканских и областных конкурсов художественного искусства. Ее работами любовались жители Актобе, Павлодара, Уральская, Терау. Теперь эта экспозиция представлена и в Караганде. Собрана она из лучших творений автора, которые удалось создать за последние 15 лет. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 21 октября труппак Молинского областного драматического театра даст лирическую драму «Зверь. Постапоколайпс». 21 октября в Кустанайском драмтеатре пройдет спектакль «Кукла для невесты». 21 октября на сцене театра имени Аймаутова состоится драма «Хамбаты Елена Сергеевна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова